Семинар 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 Программа нашего семинара имеет некоторое отличие от того, что у нас было в нашем первом семинаре. Прежде всего мы сделаем акцент на интерактивность. Если на первой школе менеджера мы с вами обсуждали различные аспекты, решали какие-то частные задачи, то здесь в большей степени мы хотим, чтобы наши спикеры, основные спикеры поделились своим опытом, рассказали какие-то самые интересные аспекты своей деятельности. В целом поделились своей историей успеха, рассказали о том, каким образом происходит становление спортивного менеджера, от чего все это зависит, какие есть причины, какие есть лазейки, какие есть, скажем так, рэперные точки, которые помогают добиться успеха. В прошлый раз у нас не так много было возможностей для общения, для того, чтобы задавать вопросы. В этот раз мы постарались это учесть, сделали нашу программу, каждому спикеру отвели значительно больше времени, для того, чтобы в рамках одного направления мы могли максимально получить глубокую информацию. В качестве наших спикеров будут те люди, которые прошли определенный опыт и в рядах ассоциаций студенческого баскетбола, те люди, которые занимаются организацией и любительского, и профессионального спорта, именно баскетбола, которые имеют объективно в нашей стране, имеют передовой опыт, которым обязательно нужно делиться, и мне кажется, для вас он будет, как ни для кого, бесцельно. У нас есть, сегодня у нас будет выступление менеджера по специальным проектам баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Ильи Харидинова. А также поделиться историей своего успеха, причем такой очень быстрый, фактически за несколько мгновений у людей меняется жизнь, и то, что было вчера, то, что есть сейчас, уже кажется чем-то невероятным. Наш полномочный представитель, бывший полномочный представитель дивизиона «Волгоград» и ныне менеджер баскетбольного клуба «Айр Греция» это Александра Селезнева. А также к нам присоединится Николай Постников, это пиар-менеджер баскетбольного клуба «Динамо Челябинс». Наверное, все, кто интересуется баскетболом, знают этот клуб не по каким-то спортивным результатам, а именно по пиар-технологиям, которые там используются. Причем этот человек также имеет непосредственное отношение и к студенческому баскетболу, поэтому он тоже поделится с вами рецептами своего успеха. Роман Ольховский, вице-президент Российского студенческого спортивного союза, поделится рецептами, каким образом правильно выстроить взаимодействие внутри ВУЗа, каким образом обеспечить финансовое поступление в команду, каким образом именно официальным языком можно выстраивать правильные коммуникации непосредственно в своем собственном ВУЗе. И вишенкой во всем этом торте, который, я могу с уверенностью сказать, будет вкусным для всех вас, в воскресенье станет встреча с Сергеем Валентиновичем Кущенко, с президентом Единой Лиги ВТБ, и с Дмитрием Коновым, с генеральным директором компании «Сибур», у которого тоже есть свои рецепты успеха, именно баскетбольные рецепты успеха. У каждого из вас будет возможность с ним пообщаться, задать вопросы. Мы сегодня чуть изменили программу в связи с тем, что ожидалось, что сегодня приедет большее количество людей в первый день, учитывая, что завтра порядка еще 20 человек к нам доедет. Мое выступление мы перенесем на завтра, а сегодня наш семинар начнет Илья и расскажет нам о особенности развития баскетбола в Нижегородской земле. Илья начинал в целом с любительского баскетбола, с стритбола и прошел все эти этапы, знает тонкости и нюансы. Сейчас он является работником профессионального баскетбольного клуба «Нижний Новгород» и знает непосредственно все тонкости баскетбольной работы в регионе. Я думаю, что его опыт будет полезен для каждого из вас, и опыт, и те знания, которыми он обладает, и тот путь, который он прошел. Потому что сегодня, потому что в целом на семинаре мы с вами будем рассматривать и технологии спортивного менеджмента, и инструменты, каким образом каждый из вас сможет спроецировать свою собственную жизнь, каким образом смоделировать свою жизнь и стать успешным, эффективным и полезным спортивным менеджером. Всем добрые вещи, наверное, уже многих знаю, вижу, с некоторыми, наверное, в будущем познакомимся, наверное, более тесно будем общаться. Кратко скажу, наверное, о себе, кто я, что я и так далее, и потом, может, и уже тонкости в плане нашей деятельности. В 2009 году закончил университет Убачевского, даже являюсь выпускником данного университета, чем очень горжусь, он закончил новичный факультет в сфере государственного принципального управления, должен был быть политиком, но в итоге немного меня сферами в другое занесло. Также, наверное, как многие из вас, принимал участие в свое время молодой гвардии Единой России, был членом молодежного парламента Нижегородской области, но потом, наверное, немного стало скучно, хотел двигаться дальше. С шестого класса занимался баскетболом, естественно, как-то баскетбол я полностью затянул, и впоследствии в 2008 году, получается, в 3-4 курсе, пришла идея организовать, наверное, первый свой стритбольный турнир в Нижнем Новгороде. Мы собрали на тот момент 39 команд, это была, наверное, такая некая революция в сфере стритбола, потому что большие турниры в Нижегородской области проходили в последний раз в 2000-х годах, это когда еще проводил Adidas, наверное, многие знакомы с этим турниром. И после этого, как-то из года в год мы начали какие-то приносить новые какие-то новшества в организации, и со временем, вот наша спортивная организация «Трибол Горки», с которой, грубо говоря, и началось, наверное, мое движение в сфере баскетбола и развития, стала, наверное, на сегодняшний день, это одна из предовых организаций, это подтверждает и Москва, ассоциация учебного баскетбола в сфере развития стритбола в России. Мы постепенно шагами своими, возможно, мелкими, но из года в год что-то приносили новое, и, наверное, лично я горжусь, и те ребята, которые принимали участие в организации, в многих предприятиях, родятся тем, что Нижний Новый – это единственный город в России, который уже два раза провел финал чемпионата России по стритболу. Курную в Москву, естественно, мы не считаем, потому что это по умолчанию всегда там было, да, и к нам в эту историю уже вписался Владивосток, я думаю, в следующие там перспективы этот турнир отправятся в другие города, как уже есть по слухам, что это возможно станет Калининград. Вот. Что еще? На сегодняшний день молодая семья, работает в клубе, родился недавно ребенок по осени, что я безумно рад. Теперь вроде бы хотел парлить девочкой. Наверное, она пойдет по стопам не как я, допустим, играл в баскейболе, заниматься этим, а немножко другим, возможно, как раз заниматься именно тем, для чего все здесь собрались. Вот. Наверное, скажу то, что, наверное, для всех нас, да, что собираемся и продвигая наш любимый спорт, нужно начинать именно с того, что не нужно там стремиться организовать много мероприятий, да, а самое главное нужно работать именно по качествам данных мероприятий. И, в первую очередь, допустим, в свое время я начал очень много уделять внимания именно продвижению своих проектов именно в интернете. Имидж, составляющие, дизайн. Это такой, наверное, главный для меня момент всегда был, и на сегодняшний день также остается, что если вы создадите красивую обложку, соответственно, это будет легче продать и спонсорам. Если этого не будет, соответственно, но делать какие-то шаги вперед, в плане, допустим, что-то в организации там сделать лучше судей и так далее, это ничего не получится. Вот. И из года в год мы привлекали дополнительных ребят, кто там в плане дизайна, да, придумали какие-то новые проекты, усовершенствовали их, и в целом вроде выросли в довольно такую серьезную организацию. Стребул-Горький. Появился свой сайт, наверное, вот по поводу сайтов, да, и группы там в социальных сетях. Тоже очень важный момент. И в рамках студенческого баскетбола у каждой команды обязательно должна быть группа, свое сообщество, как и ВКонтакте, как самая популярная социальная сеть в России и в других. Если этого не будет, то, в принципе, ну, можно что-то как-то пытаться двигаться, но я считаю это, ну, вообще шаги там, успех очень минимальный. Я просто несколько лет уже, с девятого года, занимался продвижением социальных сетей Единой Лиги ВТБ и Международно-сперединческой баскетбольной лиги. На сегодняшний день это одна из самых, ну, Единой Лиги ВТБ, одна из самых крупных сообществ в России. Дали нам АСБ, где-то уже потом все долго, где-то уже немножко отошли. Ну, не они, видите. Вот, поэтому, наверное, вот в свое время это из хрестного волна интернет-продвижения, и тот опыт, который я приобрел в рамках Единой Лиги ВТБ и своего сообщества Слепола-Горького, наверное, на сегодняшний день мне, наверное, как-то и помогло в этом сфере, в этом всем аудитории как-то полностью понять, что нужно общественности, что она хочет и как это дело преподнести. Вот. Что еще, так сказать про себя? Наверное, вот, когда в восьмом году все это дело создавалось, наверное, у меня главная мечта была попасть в профессиональный клуб. Это долго было сложно, двигался, пытался, и с года в год пытался это бросить. На месяц, там, полтора я просто выключался от этой мысли и, ну, просто уходил в себя, потому что постоянно делаю какие-то новые проекты, понимаю, что не все это оценивают, да, но ты потом еще двигаешься дальше, да. Иногда руки падают, но, наверное, всем хочу вам сказать, что не опускайте никогда руки и двигайтесь дальше. Если вы этого будете хотеть, самое главное, искренне этого хотеть, всего можно добиться. На сегодняшний день я попал в клуб. С прошлого сезона я являюсь руководителем проекта баскетбольного клуба Нижний Новый. Все задают вопрос, что это за дождь, чем там занимаешься, чем там руководишь, да, все спросят. На самом деле, на сегодняшний день занимаются рекламой клуба, да, которые размещаются в Нижнегородской области, не только в интернете, соответственно. Но по интернету я думаю и, как бы, оценивая профессиональные клубы в России, да, Нижний Новый ходит в тройку, как минимум, по продвижению своих сообществ. На сегодняшний день по имиджам, там, составляющим Нижний и Краснодар, наверное, в первых числах про ЦСКА, как бы, только могу сказать, все так же хорошее, да, но в сфере вот именно дизайна и еще чего-то такого они немного, наверное, уступают, но я думаю, это все наверстается. Также там и Иван Киселев работает, который занимается социальным социальным, который работает с Казбасом. Вот. С чего я, как бы, просто на самом деле работ такой довольно много и не особо успел подготовиться прямо к данному семинару, потому что как-то так оповестили, так резко, скажем, да, вот. Особенности продвижения любительства профессионального спорта нужно начинать, как я говорил, с интернета. Если грамм банка там подойти, то все у всех, естественно, получится. На сегодняшний день многие спрашивают, какие рекламные бюджеты, сколько вы на это тратите, скажу прямо. Баскетбольный клуб Нижний Новый на рекламе не тратит вообще ни копейки. Вот. Все задаются вопросы, как это и почему, да. Наверное, я вижу плюс этого, особенно во всех вас, потому что я прошел именно те шаги с низа. Я был и собирал эти баскетбольные стойки, там нас таскал и передвигал и так далее. Вот. И самое главное, я изучил именно тот рынок в своем городе, в своей области в плане ценовой политики. Я, допустим, в первый свой турнир в восьмом году я сделал баннер за три тысячи рублей, один метр на три. Возможно, кто-то представляет ценовой политикой. На сегодня, сегодня шестнадцатый год, я этот баннер сделал за 600 рублей. Но это, наверное, возможно, многие скажут, что это нереально, да. В восьмом году ты сделал за три тысячи, а сейчас за 600. Почему так? Возможно, что из года в год я мониторил этот рынок, я понимал, как это все дело работает, из чего и сколько на это тратится. Навел много связей, много знакомств. Соответственно, на сегодняшний день у нас есть несколько типографий, которые работают и с нами, и по минимальным ценам все это дело производят. И это вопрос, естественно, ни одного года. Почему мы не тратим ни копейки на рекламу? Ну, естественно, если мы это возможно тратили, было возможно и больше как-то продвижения успехов. Но такой момент спорный. Мы все, получается так, что зачастую вся реклама, которая строится в клубе, она получается путем бартерных отношений. А мы предлагаем, в итоге создали такой продукт, что нашим партнерам интересно быть с нами, с нами работать, и, соответственно, продвигать свои какие-то услуги через наши ресурсы. Баскетбольный клуб международ рекламируется как на радио, как на телевидении, так какой-то рекламный внешний по городу. То есть это и у нас и лихты по городу, билборды, газеты, журналы. И все, естественно, активно хотят с нами работать, потому что в свое время не было создано такого именно сегмента, что баскетбольный клуб не было именно того продукта, который хотелось купить. Сейчас многие просто звонят и хотят, да, вот можно мы с вами будем работать. Интернет-порталы – очень важный момент. На сегодняшний день у нас десятки присутствуют интернет-порталов, которые нас поддерживают. Соответственно, на всех интернет-порталах размещается наша реклама, как анонсы, так и банная реклама. Возможно, несколько лет назад данные интернет-сайты и любые компании, которые производят для нас какую-то любую продукцию, они на нас посмотрели и сказали, «Ребят, о чем вы говорите? За что вас там размещать или что-то такое делать?» Путем вот нескольких последних лет мы это сломали, наверное, систему, и на сегодняшний день в Нижнем Новгороде, скажу с уверенностью, что среди профессиональных клубов у нас есть и хоккей, которые в концернах хоккейной лиги «Торпедо» участвуют. На сегодняшний день Нижнем Новгороде является, наверное, передовым клубом, который продвигает свой бренд в рамках области. Возможно, хоккею не нужна такая реклама, как у нас, и, соответственно, у нас аудитории совершенно разные в хоккее. Возможно, многие знают, что у нас посещаемость максимально, там арена у нас 5500, она, скорее всего, постоянно ее забивает периодически, и, возможно, даже реклама это не требуется. Но в нашем случае, да, баскетбол не настолько популярен, но мы являемся на втором месте посреди профессиональных клубов, у нас есть и футбол, и волейбол также. Вот, да, скажу прямо, что не просто забить, допустим, хоккей на арену, причем которой нет именно тех условий, которые, возможно, были комфортны, да, мы стараемся из года в год что-то придумать новое. На сегодняшний день добавлен, допустим, футкорт, который позволяет не то что перепустить, он удовлетворяет тем требованиям наших зрителей. Да, есть момент, в котором нужно дальше двигаться в этом направлении. Теперь у нас работает и детская зона, и какие-то дополнительные зоны постоянно включаем, да, это, наверное, такой важный элемент продвижения нашего любимого спорта. Так, для примера скажу, мы проводили несколько лет назад баскетбольный турнир с участием, у нас было шесть команд, если не ошибаюсь, была команда из Казани, там Бова из Лизаногороди, вот. И в рамках этого турнира вроде все любительские команды собрались, но в итоге была зона PlayStation, было и шоу, и танцы, и все, и, в принципе, здесь не идет речь о том, чтобы забить трибуны, нужно сделать именно тот качественный продукт, который будет интересен. Почему на сегодняшний день я оказался здесь, да, из года в год создавая эти качественные продукты, именно потом продвигая их в интернете, в СМИ, да, в итоге о тебе говорят, о тебе помнят, и те о тебе хотят еще дальше приглашать. Я думаю, несколько лет назад я даже, наверное, не мечтал, что меня там будет оценивать там ассоциация общественного баскетбола как там передовым там регионам. На сегодняшний день это очень приятно, и здесь самое главное собрать именно ту команду у себя там в городе, в районе, с помощью которой получится нам добиваться на этих высотах. На сегодняшний день, наверное, в нашей организации, причем организации, в которой никто из нас не трудоустроен, в организации это, образно говоря, такая некая структура единомышленников, и единомышленников мы не получаем за это деньги. Да, есть некоторые проекты, которые там, благодаря привлечению спонсоров, ты можешь себе там что-то компенсировать, но все это дело как-то происходило на энтузиазме и просто желании сделать, допустим, как-то свой мир более ярче, вот, и в плане спорта непосредственно. И таким образом у нас получилось, что нас на сегодняшний день более тысячи человек, каждый занимается практически своим делом, но большую часть приходится как-то координировать и направлять друг друга, и самая главная проблема на сегодняшний день, допустим, в Нижнем Новгороде, я видел в том, что многие боятся взять на себя инициативу в каком-то-либо движении, в направлении своей деятельности. Здесь, наверное, нужно убедить человека и дать ему именно шанс раскрыться, то, что делает АСБ, мне очень импонирует, и я безумно рад, что в России это, наверное, единственная спортивная организация, которая занимается, даже создав свою собственную школу, по другим видам спорта, я думаю, такое не происходит. Ну, по крайней мере, как вот я в курсе, вот. Поэтому здесь, наверное, нужно стремиться и главное желание, желание именно продвигать. И, наверное, посоветую начать именно с продвижения в интернете. Здесь очень нужно долго, на самом деле, учиться в плане, как продвинуть свое сообщество в интернете, как его сделать более привлекательным. В 2008-2009 годах, когда создавал сообщество и организацию «Треболгорки», на тот момент это была самая такая, ну, наверное, самая большая группа, там, ВКонтакте на тот момент, потому что у нас не было других социальных сетей, среди всех холебических спортивных организаций. Если вот ты получишь создать вот эту такую структуру, думаю, дальше будет намного все проще, и ваши какие-то запланированные мероприятия будут проще продвигать и, естественно, продавать спонсорам. Как мы искали спонсоров? Ну, наверное, самое главное – это нужно начать с презентации. Если у вас будет презентация, ну, грубо говоря, 50% успеха у вас уже есть. Вот. И причем презентация, они должны не просто там какие-то картинки, либо слова, что-то, да? Нужно полностью продумать от нуля до начала. Что у вас за мероприятие? Что вы хотите получить от этого мероприятия? И какая самая главная аудитория от этого мероприятия? Потому что каждому спонсору нужно понимать, либо вы там продаете, ну, аудитория у вас там 10-15 лет, соответственно, это такая молочная продукция. Если у вас что-то старше, да там можно привлекать боль к серьезной организации. И под каждую аудиторию нужно подбирать именно те пункты, которые ей будут интересны. И, соответственно, искать в каждом аспекте этой рекламы какие-то свои плюсы именно для спонсоров. Спонсора, нужно просто проанализировать спонсора, любого спонсора, чем он занимается и что он производит. И после этого все это перенести на ту аудиторию, которая есть у вас, и, соответственно, сделать именно ту презентацию, которая будет успешна. Далее просто мы брали эти презентации, распечатали, отправляли по e-mail, звонили, наставили, приезжали в гости, общались, да. Да, нас поддерживали, поддерживали таких финансовых возможностей, как бы хотелось, но из года в год мероприятия улучшались, да. Естественно, скажу, что это происходило не без каких-то взносов, да. Это, наверное, тот, наверное, шаг, который благодаря этим вложениям со стороны участников, да, это все и поднималось. Я никогда не скажу, что мы это сделали сами. Это сделала вся баскетбольная общественность нашего города и нашей области. Естественно, нужно наладить контакт с органами исполнительной власти в вашем городе, да, если это получится, соответственно, будет все намного проще, но не нужно ждать, что вам там, вы придете, вам там дадут там денег, там, десятки, сотни, тысяч, может, миллионов. Такого никогда не будет. Тем более это не будет, пока вы не создадите именно тот продукт, который будет успешен и он будет привлекательный. Я чуть попозже, наверное, покажу, например, презентацию, которая сделана в баскетбольном клубе Нижнего в рамках рекламных возможностей на сегодняшний день. Я думаю, она будет всем интересной. Самое главное, будет понятно, с чего нужно начать в плане составления презентации. Елена, еще можно вопросы? Да. Вы знаете, в 2012 году, когда мы только начинали разрабатывать маркетинговые концепции, АСБ, у всех возникали вопросы, каким образом спорт может быть самокупаемым и приносить какой-то доход. И мне всегда приходил на ум, я вспоминал, всегда и видел. Вот этот человек, который, по крайней мере, из моего окружения, окружение моего довольно небольшого в спортивном мире, это тот человек, который своими руками находит спонсоров и монетизирует свои эланты. То есть это подчеркивает о том, что это не пустая болтовня, спортивный маркетинг, продажа продукта. Вот есть конкретный пример, конкретный человек, который монетизирует тот продукт, который он создает. Илья, мне кажется, здесь люди разноплановые, кто-то знает о твоих проектах, кто-то не знает о проектах. А можешь рассказать поподробнее, как родилась идея стритбол Горький, какой был первый ивент, как он проходил, кто в нем участвовал, как он прошел, как собирали участников, какие были эмоции после этого, какой был резонанс общественный после этого мероприятия? Ну, наверное, вот это было лето 2008 года, у меня в то время друг учился в Америке, написал, Илюк, давай пройдем стритбольный турнир, просто, ну, вконтакте написал, и переписывал какое-то время, ну, давай попробуем. В 2009 году я устроился работать в спортивную сеть Adidas, и, наверное, как раз, наверное, возможно, был тот момент, когда вроде я и был со спортом, и был в рамках спортивного бренда, давай попробуем, окей. Создали, естественно, тогда, как раз я говорю, что все началось с группы ВКонтакте. Ее создали, там, 10, 20, 30, там, 50, сотни подписчиков, и, наверное, на тот момент мы не особо понимаем, чего мы хотим добиться, да, мы хотели сделать какой-то новый турнир, который будет привлекательный и очень интересен. На тот момент мы его назвали NBAL Games. Сразу в перспективу скажу, NBAL Games в 2009 году стал промо-турниром Moscow Open, я думаю, в Moscow Open все знают, что это за турнир, международный турнир по стрельболу, который у нас проходит в Москве. На тот момент в рамках именно на нашем турнире разыгрывались несколько путевок, и к нам собрались и съехались сильнейшие команды России, и в том числе магазин стрельбол, который является ленокрадным чемпионом. Вот. И сделаем, сделаем. Начали там, если сказать, сняли спортивную школу. Причем на сегодняшний день я прямо снова скажу, что все, допустим, какие-то такие мероприятия нам все зал дают бесплатно. Тогда мы платили деньги за арендную спортшколу. Это восьмой год. Это тогда, ну, я помню, если так вспомнить, это где-то в районе 10-15 тысяч мы заплатили просто за арендную спортзал. Тогда нас никто не знал, естественно, нас никто не воспринимал, и даже скажу больше, что на тот момент нас воспринимали, как, не знаю, красная повестка на быкае. Многие структуры в плане организаций, кулирующие баскетбол в нашей области, всячески пытали нам мешать в этом деле. Но мы старались как-то не обращать внимания. Тогда, возможно, в какой-то степени даже был проще. Мы никого не знали особо, просто ломали дверь и шли вперед. Тогда, наверное, как раз у нас было, это, конечно, все забавно и смешно, сейчас так вспоминает, но тогда мы, по-моему, собрали лучших игроков на тот момент в Триболе. Была даже, сделали фотосессию, был сделан специальный флайер, сейчас не найду, но так просто было забавно. Но флайеры были напечены тогда на тот момент в районе, наверное, количества 100-200, что как-то были смешные цифры, на самом деле. И мы потом, благодаря тому, что я работаю в спортивном магазине, эти флайеры давали на кассе всем там подряд, что довольно так же забавно получилось. И в итоге мы собрали 39 команд. На тот момент, в 2008 году, 39 команд собрать в одном спортзале, причем, где есть два кольца, представляете, довольно большая аудитория. Но в итоге тогда, как раз это первый турнир, который нас поддержал в социальных баскетболах, приехали те, наверное, люди, которые, наверное, мне дали надежду, что это все можно дело развивать. Это Роман Кокусов, который, наверное, возможно, научил многим вещам в плане именно представлений спортивных мероприятий. И на сегодняшний день я периодически с ними соведусь по каким-то моментам. 39 команд. Помню, про что турнир прошел довольно так интересно. Также были взносы. Люди не то, что никого не заставляли, люди просто приходили, деньги платили за данное мероприятие, потому что было очень круто, что данный турнир состоялся. Нам даже Леня Филонов участвовал в этом турнире на сегодняшний день. Второй день. Вот, да-да-да. Поэтому тогда я даже многих не знал в городе, кто занимается баскетболом. На сегодняшний день очень приятно сознавать, что мы как раз оказались на стадии той становления. Тогда были очень забавные какие-то призы. Мы нашли какую-то организацию, в которой ребята там читают рэп, они нам какие-то подарили диски. Все было настолько банально, и особо каких-то крутых призов тоже нет, потому что на тот момент мы не успели даже понять, как, чего и почему. Но в итоге тогда мы провели турнир, у нас в общем там вышел 40 с лишним тысяч. И я сейчас понимаю, что тогда мы, допустим, аренду звука также брали за 10 тысяч, да? Сейчас у меня эта аренда звука. Просто спустя несколько лет мы уже приобрели свой. Но понимаю, что сейчас это я звук, если даже брал в аренду, я бы за это деньги заплатил намного меньше. И это удивительно, что спустя несколько лет, когда цены растут, и все услуги, наоборот, дорожают, в итоге получается так, что для нас они становятся дешевле. И все это так получилось, потому что из года в год как бы анализируя весь рынок и понимая, какие цены и где, получается сделать намного дешевле, но в этом же моменте это не говорит о том, что это будет хуже качества. Это качество намного выше, это другие рекламные возможности и так далее. И, соответственно, на это реагируют спонсоры. 12-й год InBall Games, как раз с чего мы начинали. Мы его пытались из года в год менять место проведения. И тогда мы переместились в Сорумский парк, это один из центральных парков Нижнего Новгорода. Тогда нам город Казань помогли с баскетбольными стойками. Казбасу там респект и спасибо. Так мы с ними очень активно, дружно общаемся. И, наверное, тот турнир для меня, который важный был в плане того, что это единственный, так же повторюсь, турнир, который реклама включилась на федеральном канале A1. И на сегодняшний день я скажу, что ни один баскетбольный, трибольный турнир, даже Москопен, на федеральном канале он не крутится. Реклама. Тогда это включилась на федеральном канале A1. Как раз он, наверное, такие первые, наверное, года, когда он запустился в России, полностью как отдельный канал. И, в принципе, мы в итоге смогли продать то, что включилось на федеральном канале благодаря своим ресурсным коммуникациям. На тот момент был нашим партнером компании Pepsi, который с удовольствием давал нам продукты, в том числе и гитарей, который является спортивным напитком. И в то время, я думаю, как раз только набирался оборот, и эти напитки становились популярными. Сейчас они вроде как бы все это уже, но все понимают, что это. Тогда, наверное, все-таки была какая-то роскошь, и когда участникам предлагалось попробовать данные напитки, ну, это было, наверное, для нас, это было круто, что мы это смогли предоставить, для участников было круто, что они приняли участие в данном, в рамках такого крупного мероприятия. Сейчас все Рэдбол любят. Что? Сейчас все Рэдбол любят. Рэдбол я просто сюда относил к такому продукту, к которому они готовы участвовать везде, где бы их не позвали. Вот, к сожалению, дешево-дешево закрылось, поэтому мы не Рэдбол. Илья, скажи, а кто помогал тебе организовать этот первый турнир? Откуда мы взялись единомышленные? Ну, первый турнир мы делали вдвоем с другом, который летом я написал из Америки, потом он вернулся, и в конце октября, 25 октября, мы провели этот первый турнир. То есть мы делали это вдвоем, по-моему, брали как раз стойку для диджей из Рэдбола, мы ехали в клуб, там, и сами грузили, потом на Газере привозили, все это довольно ужасно тяжело, я думаю, кто с рыбом работает, и представляю, что это с диджейской стойкой, ужасно перевозили. Вот. Все это привозили, там ночами не спали, там с ума сходили. И, наверное, тогда как раз получилось, что на тот турнир мы звали ведущих, в то время они были известны хип-хоп-группы в нашем регионе, Капу-Ди, я думаю, даже многие, ну, я не в курсе, кто это, Город Арзамас, Межгородского. И, наверное, потом, после этого, я, наверное, для себя понял, что мы тогда также получили какие-то минимальные деньги, потому что это наши были друзья, нам нужно было компенсировать хотя бы проезд. И потом, с года в год, я начал все мероприятия, которые практически вести сам, и, возможно, для меня это было очередным каким-то шагом в саморазвитии непосредственно. И, наверное, большую роль в моей жизни сыграло то, что я не был в спортивной сфере, никогда не работал. После завершения работы в компании «Адидас» мы открыли, ну, не мы лично, компания открыла центральный магазин на центральной прогулочной улице Нижнего Новгорода, где мне довелось в итоге дорасти руководитель магазина. После чего, как это ни странно, год я работаю детским тренером за две тысячи рублей. Вот. За две тысячи рублей в месяц ходил треновать школьников. Людин сейчас скажет, ты еще детей тренировал, да? Ну, был такой... За две тысячи. А? За две тысячи. Частная компания. Да, да, да. Вот так меня туда-сюда кидало. Но всегда стрейтбол и баскетбол это всегда было мое хобби. То есть я никогда... Это не было у меня, наверное, в голове, что это меня будет приносить какой-то доход. И вот она, наверное, работа там три с лишним года в дорожной структуре дала мне, наверное, именно тот опыт в плане того, что когда ты выезжаешь на встречи, в командировки, именно общаться с руководителем крупных заводов, как Урал вагонзавод и так далее. Это, наверное, именно тот фактор общения с людьми, которые намного выше тебя. Да, видите, там 10 раз по телефону скажут, что там некогда и кто это такой вообще. Но в итоге так же достучался, долбился и вроде ездил и встречался. И самое главное получай результат. Вот. Наверное, вот в воскресенье, как Сергей сказал, пообщаться с Кущенко и Конов. Я думаю, это вот именно тот момент, когда честно говоря, сам с удовольствием послушаю, если не будет заняться такой особый в рамках готовки к матчу. Потому что это очень круто, когда есть возможность именно общаться с людьми, которые многое прошли, тем более Кущенко для нас всех. Наверное, тот идеал, тот, наверное, бог, допустим, баскетбола, который сделал из ничего. Вот. Сейчас мы пытаемся что-то сделать подобное в Нижнем Новгороде. Да, у нас еще много работы и на самом деле в перспективе этого плана это не несколько лет, я думаю, даже, возможно, десятилетия, возможно, и нас уже не будет в данном клубе, я не знаю. Но, наверное, немного отойду, что спортивные предприятия в рамках баскетбольного клуба это не чисто наши матчи в различных лигах, это должна быть и аудитория рядом с клубом. Уже третий год мы проводим благотворительные предприятия в рамках поддержки детских домов. То есть, мы для них полностью организуем спортивные предприятия. С прошлого года запущен детский баскетбольный проект поколения НН, где у нас участвуют дети. В этом году команды больше увеличиваются. активно сотрудничают с федерациями городскими, с городской, точнее, так скажем, Дмитрий, президент федерации, исполнитель-директор. Вот. И баскетбол, ваш бренд не должен не только быть в своем сфере, да, вы должны именно постоянно куда-то запускать свои корни, чтобы о вас говорили, о вас слышали. И, наверное, тогда, когда с Требо-горки это все дело начиналось, мы просто так получилось, что от баскетбола мы параллельно перешли, что мы начали организовать вечеринки, и у нас начали узнавать совершенно другая аудитория, о которой к спорту в принципе отношения не имеют. После этого к нам начали посещать наши матчи различные рэперы, там, девочки, там, тусто, бандана, то есть, появилась, наверное, та аудитория, которой с помощью нее мы уже могли предлагать что-то спонсорить. у нас есть участники там в кавычках 100 человек, у нас есть 100 человек зрителей, это уже аудитория 200 человек, соответственно, мы можем эту аудиторию в какой-то мере продать. Для спонсоров каждая единица, пусть это грубо звучит, но каждая единица присутствующая на мероприятии, это определенный тот, каждая вот эта единица сколько это стоит, да, сколько стоит, это вы уже сами определяете. если там допустим мы говорим аудиторию там 10 тысяч человек, соответственно, это одна единица нам будет стоить столько, если мы говорим 200 человек, соответственно, это единица в разы меньше, но возможно здесь можно провести более какую-то акцию в плане продвижения бренда и именно спонсора какого. Туда-сюда вас кидают, надоел ты уже. Вот, поэтому баскетбол в Нижнем, да, вот, за последний он поднялся и я на самом деле сижу с любительским баскетболом по всей России и была у нас идея запустить новый сайт в баскетболе, который будет освещать любительские соревнования, но из года в год мы наблюдаем то, что баскетбол развивается и, наверное, именно студенческий статус студенческого баскетбола, если каждый из вас в своем городе запустит тот или иной проект в перспективе, там, наверное, десятилетиям мы, наверное, сделаем баскетбол все-таки номером один, конкурировать с футболом и хоккеем очень сложно, но, как ни крути, баскетбол, сейчас я очень популярный стал, сейчас играют все, в хардкорте уже был матч, где там уже собираюсь, то есть раньше, наверное, на баскетбол особо, если какие-то крупные мероприятия, можно было собрать людей очень высокого ранга, да, это было, это очень редко, сейчас это мероприятие проходит, ну, чуть не каждый месяц, да, и люди собираются, это люди смотрят, и это, к этому, внимание очень большое, поэтому, всем, наверное, пожелать нам успехов, и самое, наверное, главное, не опускать руки, как было у меня периодически, вот, и добиваться, а самое главное, что с восьмого года у меня самая главная мечта была, ну, наверное, цель, мечта даже здесь, очень сложно сказать, что я хотел работать в партийном баскетбольном клубе и не на Нижнем Новгороде, мечта сбылась, но теперь ставлю более-таки серьезную задачу в плане продвижения клуба, создание некой такой атмосферы, которой на сегодня она есть, но не настолько не в том процентном соотношении, как он, которым должна. Да, у нас собралась немного обновленная команда, и будем стараться продвигать, и если какие-то вопросы, там, комментарии, всегда я есть в интернете, и, наверное, хочу заметить, что многие создавали какие-то сообщества, продвигая их, но зачастую забывают именно про себя, в плане того, что именно вокруг вас есть те люди, которым вы интересны, чем больше вы с ними общаетесь, тем больше с ними контактируешь, соответственно, продвигая через них свой бренд. Мне многие говорят, «Ирюха, зачем у тебя ВКонтакте 2500 друзей?» Я такой, «Ты всех знаешь?» «Всех не знаю, там, возможно, я общаюсь со 100 человек, да? Но благодаря, допустим, этой сфере о твоем проекте узнают и в других городах, да? И ты в любой момент можешь к этим людям обратиться, пообщаться. В прошлом году мы создали переписку ВКонтакте, где у нас там более 30 человек со всех регионов России в плане развития уличного баскетбола. И каждый, на сегодняшний день, там каждый день появляются какие-то новые посты, новые сообщения. Мы обсуждаем это. И я думаю, даже, например, сообщество баскетбола почему-то не создать и вам такой. Хотя, может, она и есть, я не знаю. Мы в стройболе это сделали, у нас там более, там, уже 20 городов, и мы это все активно обсуждаем, какие у кого планы, когда, допустим, проводить, кто хочет проводить финаловый фенал Шпат России и так далее. Потому что был такой момент, что Москва немного от организации от региональных этапового чемпионата отошла, и мы решили взять немного в свои руки. Возможно, если бы мы это не сделали, так бы все и шло. А если взялись, и вы все вместе возьметесь за такое серьезное дело, студенческий баскетбол это, наверное, непросто, и довелось бы так, что мы занимаемся кэс-баскетом в области, и всеми другими людьми, кроме АСБ, никогда. Я помню, было, когда я к Сергею даже ездил, упрашивал, пусть буду я региональным менеджем АСБ, но в итоге не довелось. Сергей, видимо, подумал, что нет, не тот человек не убедился, я в нем. Поэтому в хороших отношениях остались, но членом АСБ так в итоге не стал. Посредством. Да, 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 где-то рядом, где-то вот так. Но самое главное, что приятно осознавать, что снова Нижний Новый соберет сильнейших игроков со всей России, теперь в рамках студенчества и в рамках баскетбола, и для меня лично приятно осознавать, что нам доверили это, меня, во-первых, сюда пригласили, я никогда не считал лекции, прямо скажу, имени такого опыта, и спасибо Сергею и всем вам, что сколько у тебя времени прошло. Мы еще не заходим. Нет, я знаю. 40 минут меня слушать и, возможно, кому-то надоет. Илья, еще один момент. Ты сказал вот такого важного аспекта, мы вот на прошлом семинаре обсуждали, это универсализм. С одной стороны, ты, наверное, человека, который являлся ведущим, в следующий раз ты попробовал сделать это самостоятельно. Если помните, в прошлый раз мы эти моменты обсуждали о том, что настоящий спортивный менеджер должен проделать практически все своими руками и иметь представление, может быть, делать это. Очень профессионально может быть, иметь поверхностные отношения, но очень важно все научиться делать своими частными руками, начиная от разработки дизайна, ведения непосредственно ивентов, ведения переговоров. То есть, каждый из вас должен, в принципе, понимать, что должен иметь абсолютно все. И разбираться в определенных сферах, во всех сферах, которые касаются деятельности студенческого баскетбольного клуба или какой-то иной деятельности, которая будет заниматься, это, конечно, необходимо. Лео, еще такой вопрос. Ты сказал о том, что есть порядка 10 человек, которые входят в команду. Хотелось бы понять, что это за люди, каким образом они попали в команду, какая сейчас атмосфера, микроклимат в команде, почему, какая мотивация в этих людей заниматься? Да, я попал, что человек должен уметь все. Ранее я занимался, помню, я установил первую программу CorelDRAW, занимался тоже дизайном, потому что на тот момент у нас не было денег на заказки профессиональные рисунки, делали китайские самые простые афиши. До университета, помню, клепал там что-то сам. Потом, да, и скажу, наверное, так, что, наверное, вам сложнее работать, чем в профессиональном клубе, по крайней мере, для себя я сделал такой вывод, что раньше тебе нужно сделать это все самому. В профессиональном клубе у тебя всегда есть за 90% случаев есть дизайнер, который ты надо сделать то, надо сделать это. Но ты же умеешь им пользоваться, потому что ты это проделал со своим, не у кого. И когда ты проходишь все полностью в рамках продвижения и организации, самое главное, не забывайте, что когда-то наступит тот момент, что вы можете просто столкнуться с какой-то такой проблемой, что вы ничего не успеете. Я с такой проблемой очень часто сталкивался и потом постепенно начал перекладывать какие-то обязанности на своих друзей. И в нашей команде все это мои друзья с кем-то раньше играли, потом постепенно после первого турнира они стали ко мне ближе, они приняли ту мою идею, которую я хотел до них донести, что мы хотели сделать баскетбол в Нижнем на какой-то вывесе другого уровня. У нас не была тогда идея, что мы должны с этого денег заработать. На сегодняшний день у каждого практически из нас есть семья, у каждого есть своя работа, кто-то работает, вот друг у нас есть, который занимается типографией, да, мы там что-то производим, другой строит мосты, там, третий там работает, работа в администрации сейчас там в области где-то, и у каждого своя жизнь, но в итоге так получается, что у нас не возникает вопросов о будем ли мы проводить допустим чемпионат по стриболу в этом году. Мы просто это берем и делаем, и самое главное, что у всех этих людей есть заработок, который позволяет в выходные потратить свое время уехать от семьи от кого-то там в детей и пробыть на площадке. И здесь даже дело не в том, что мы хотим как-то себя показать или еще что-то, зачастую получается так, что мы хотим пообщаться и мы создали именно тусовку, я не пользуюсь эту слову тусовку, что мы приходим и общаемся весь Нижний, в итоге на сегодняшний день общается не только Нижняя область, кто активно принимает участие. Получилось, раньше мы никто не были знакомы, и сейчас каждый из нас может друг к другу обратиться за какой-то помощью и все друг к другу в основном поддерживают. И это самое главное, когда и приятно сомневаться, что несколько лет назад было много игроков, многие там друг друга как-то в своих городах знали или команды, да, а на сегодня вся баскетбольная общественность, она объединяется в рамках каких-то больших спортивных мероприятий именно стритбола, все друг друга знаются, друг друга общаются, и с год в год мы начали какие-то даже вместе собираться, там закрытие сезона по стритболу и весь вы проводите время, довольно круто, я считаю, и всем желаю того же, чтобы вокруг вас в итоге, и благодаря вам вы объедините десятки, сотни, а может тысячи единомышленников и по крайней мере тех ребят, которым интересно ваше мероприятие. Илья, а чем помогают друзья, какое-то распределение зоны ответственности среди вас есть? Ну, как так завелось, что интернетом и продвижением всегда занимался я, да, есть у нас допустим технические моменты, которые решает один человек, производство какой-то баннерной рекламной продукции занимается другой человек, тот отвечает за звук, и вот Анастасия, я например, в прошлом году она впервые приняла участие в рамках наших мероприятий, она занималась статистикой, чемпионата, на сегодняшний день я знаю, что она активно участвует в организации баскетбольных мероприятий, и из года в год на сегодняшний день я поставил такую задачу, что в следующем сезоне хочу собрать именно тех ребят молодых, которые будут заниматься этим, постараться даже найти какой-то бюджет, чтобы хотя бы это дело компенсировать, чтобы их заинтересовать, но никогда не думать, что на первых этапах вы что-то с этого получите. Я с 2008 года занимался и в итоге в 2015 году я оказался в баскетбольном клубе. То есть промежуток очень большой и на сегодняшний день я рад своему положению, а тогда это было все-таки хобби, сейчас это работа и никогда не думать, что с этой получите большие деньги. И вообще не думайте о деньгах, лучше делать свое любимое дело и делать это с душой, потому что если думать о том, что придя в любительский спорт и думать о том, что я с этого заработаю миллионы, можно даже в принципе не чунуть. Но это мое такое мнение. Когда нужно сначала создать тот продукт, с помощью которого вы сможете возможно лучше заработать миллионы, я не исключаю вариант, что многие из вас потом откроют свои спортивные агентства, которые будут заниматься не только баскетболом, но и более глобальным. Также у нас и такие были идеи, но в связи с занятием своих друзей и так далее так и я же завал. Илья, ты прям в яблочко говоришь все вещи, о которых мы обсуждаем, даже, наверное, не знаю до конца всю школу-менеджера. Мы говорим о том, что все молодые люди, которые сейчас начинают заниматься организационной деятельностью, они прежде всего делают инвестиции в себя. Они инвестируют в себя, они развиваются для того, чтобы впоследствии получить определенный бонус в виде любимой работы, в виде получения удовольствия того, чем они занимаются. Ведь человек, который не слышал все наши основные парадигмы, говорит об этом же, потому что он самостоятельно прошел именно этот путь. И очень приятно, что мы думаем именно в одном ключе. Илья, ты тоже затронул такие вопросы, именно вопрос мечты, вопрос того, что ты хотел работать в профессиональном баскетболе-клубе, и сейчас твоя мечта является реальностью. А можешь рассказать, почему тебя пригласили в профессиональный баскетболе-клуб, какие заслуги у тебя были, какими компетенциями ты обладал к этому времени, как это в целом технически произошло, как тебя пригласили, ну и что ты испытал при этом. Ну, я, наверное, как раз спустя несколько лет, наверное, десятый год, началось плотно сотрудничество с баскетбольным клубом, они начали поддерживать наше мероприятие, помню, тогда, когда Семен Антонов приехал с алимпийской медалью, когда как раз он приехал к нам на турнир с ней, народ был в полном восторге, и пришли именно как раз про момент дополнительной аудитории, пришли много людей, которые не имеют отношения к нашим стрельболу, но они пришли к Семену, а Семен, соответственно, оказались наши мероприятия, соответственно, у нас получилось аудитория в разы больше. Вот, и как-то с клубом получилось так, что постоянно на какой-то связи, какие-то мероприятия, да, тогда, возможно, меня не устранимали как того человека, который что-то может создать, что-то большее, но из года в год, проведя, допустим, там, какие-то крупные мероприятия, как финансовые, интервью, или еще что-то большее, нам руководство виднее, почему они не пригласили, но все это доказать, это доказательство, это именно то, что мы в итоге сделали, и про инвестиции тогда в себя, потому что восьмой год и пятнадцатый год прошло семь лет, на пришло то время, и когда я часто хотел бросить весь этот баскетбол, уйти просто в коммерцию, заниматься какой-то работой, определенной, даже остаться в железнодорожной сфере, когда у меня были очень хорошие условия, но в итоге я бросил это дело, ушел в баскетбол, а мне брат в свое время очень помогал в мероприятии, даже какие-то моменты финансировал их, и он мне с нами говорил, Илюха, тебе все вернется, все твои потраченные силы, твои нервы, какие-то страхи, ну, неважно что, тебе это все дело вернется, но спустя восемь лет это вернулось, наверное, и даже, а как это технически произошло, просто мне позвонили, тогда летом мы открыли в городскую федерацию, где вот сейчас Дмитрий работает, тогда открыли первую площадку стрельбольную, и по каким-то обстоятельствам я эту федерацию покинул, и месяц занимался, просто жил для себя, и в отдельный прекрасный день я позвонил исполнитель, директор клуба, говорю, чем занимаешься, я говорю, ты ничем, отдыхай, отдыхай после лета, вот, ну, приезжай, поговорим, приехал, ну, что, есть вот там пару вопросов, там, займись там регистрацией команды в Евролиге, тогда мы участвовали, как раз должны были участвовать в первом сезоне, да, в Евролиге регистрация команды Единой Лиги ВТБ, и всей документацией, там и молодежной команды, займешься, вот, все будет хорошо, там, по итогам этой работы, посмотрим, может, ты останешься. Все это начиналось, естественно, безвозмездно, на какой-то основе, проделал работу, начал заниматься молодежной командой, и потом он говорит, тебя устраивает, ты хочешь, да, что здесь работать? Ну, он говорит, ну, я что хочу, так мне нужно понимать, там, все равно, естественно, каждый из нас нас интересует, финансы, там, вроде нашли какое-то оптимальное решение, которое устроило меня, которое устроило руководство клуба, но и в итоге осталось. Здесь к тому моменту, что человек должен уметь все из вас, на тот момент, когда я работал на международную студенческую лигу, мы занимались организацией интернет-трансляции, и также продвижением, тогда я очень тщательно изучил, как это все делается, да, и когда я несколько лет назад смотрел на матч молодежной команды Нижнего Новгорода, который там, пока, знаю, 360 в квадрате, все-все, дребезжит, непонятно, что происходит, и понимал, что, блин, ну, это вроде профессиональный клуб, это не должно происходить в целом, и тот опыт, как раз, который получен ранее, сейчас это все дело совершенно по-другому, это HD-качество, это в итоге сейчас есть рекомендатор, и я понимаю, что нужно сделать еще много шагов, чтобы это лучше добавить графику, и много всего другого, но, в итоге, не знаю, вот этот опыт, и клуб, и руководство мне доверило, и вначале я занимался, на самом деле, где-то смешного, ну, не то, что смешного, в принципе, я был готов на все, главное, чтобы клуб, да, я встречал судей, да, был такой, ночами не спал, отвозил их из аэропорта, там, на матч и так далее, и тогда, как раз, мне довелось заниматься интернет-трансляциями клуба, все, да, многие наши трансляции смотрят, и, наверное, ругаются, что у нас основная команда показывает ужасное качество, но, здесь, наверное, проблема не особо наша, ну, как наша, да, но финансово, она очень сложная, потому что, обеспечить местное, ВГТРК, в новом профессиональном оборудовании, которое, там, стоит в районе, там, сотни, то и больше миллионов, мы физически это не можем, да, и приходится с чем-то мириться, вот, ну, естественно, в этом направлении все мы пытаемся работать, постоянно мы служители, верничать, вот, я тоже еще раз хочу сказать о универсальности, Николь, вчера я звонил, и мне необходимо было решить технический вопрос по матчу звезд, и у меня мне пишет смс о том, что не можно говорить, потому что занимается трансляцией молодежной команды, занимается видео с юркой, я хочу подчеркнуть, что работа спортивного менеджера, она не заключается в том, чтобы сидеть в кабинете, делать какие-то звонки, и получать благодарственные письма, и какие-то благодарственные речи за то, что вы делаете, работа спортивного менеджера, она настолько многогранна, настолько много различных технических нюансов, в которых необходимо разбираться, вот, я затронул вопрос работы с дизайнером, говорит, что сейчас, с одной стороны, работать в профессиональном клубе проще, потому что есть определенные люди, которые могут выполнять ряд обязанностей, но с другой стороны, чтобы этими людьми воспользоваться и эффективно воспользоваться, нужно понимать и знать нюансы их деятельности, для того, чтобы сказать, что вот здесь необходимо сделать одно, здесь необходимо сделать второе, нужно понимать внутреннюю природу этой деятельности, поэтому, особенно, на начальном этапе, необходимо браться и разбираться во всех аспектах деятельности, и чем больше будет ваш кругозор, чем больше будет ваши знания, тем, чем глубже они будут, тем вы будете более ценные, чем менеджеры. Я предлагаю в режиме вопрос-ответ, вот, что есть какие-то вопросы по деятельности, пока вопросы задавал только я, вот, давайте. Скажите, пожалуйста, Илья, вот, у вас хорошо, у вас в Нижнем Новгороде есть профессиональная команда? Давайте, хотя бы представляться, чтобы я тоже понимал, что это за регион. Так, город Уфа, нефтяной университет. Сергей, привет. Обязательно. О, кстати, ушел в хоккей. Я знаю. Хотелось бы задать такой вопрос, хорошо, вот, в Нижнем Новгороде есть профессиональная команда, к сожалению, допустим, в моем регионе, я думаю, во многих, да, ребят, которые здесь сидят, нету профессиональной команды, ну, куда бы хотелось стремиться и мечтать попасть именно в своем регионе, потому что лично я хочу в своем регионе в первую очередь развить баскетбол, потому что у нас он немножко отстает. На лоббоках там вроде занимается. Вот вопрос, да, как менеджеру стремиться на какие-то высоты, потому что хочется начать со своего региона? В восьмом году, когда мы это все дело начинали, у нас клуб играл тогда по суперлиге, да, сейчас в Уфе играть по первой лиге, да? Но, я думаю, сейчас мы, они играют по первой лиге, завтра по суперлиге, я дарю там уже недалеко до этого. А когда в восьмом году мы все это дело создавали, организовали, у меня не было тогда, да, у меня была мечта, но у меня не было, я не думал о том, что есть баскетбольный клуб, нету его. Тогда мы вообще, как бы, были две разные структуры, я даже особо, и матчи тогда не посещал, честно скажу. Да, я наше матч начинал пищать, когда клуб плата выросла уже дальше, и начал какой-то более тесный контакт с клубом. А тогда просто как бы была идея, что я хочу сделать баскетбол в Нижнем Новгороде круче, ярче, и чтобы о нем говорили совершенно по-другому. Это не то, что, как проводят многие мероприятия, там, город, назначили время, пришли команды, разделились, там, пришел какой-то дедушку, посвистел, ушел, и, в принципе, об этом все забыли, об этом никто не рассказал, и так далее. И когда мы это все дело начинали, задача была именно та, что мы хотим рассказать об этом, не только участникам, а всем тем, кто за пределом этого зала был. И тогда была вот именно идея, что мы хотим сделать нашу игру более привлекательной, более интересной, и я не думаю, что будет там через несколько лет, я даже не представлял, что в итоге так все сложится. Не знаю, я только нам посоветую просто заниматься любимым делом, и понятно, что как бы мечта мечтой, но тогда я не думал, что так все сложится, признаюсь честно. И спустя 7 лет, может, уже через несколько лет это все дело появится, и поэтому все будет проще. Может, вы и создадите это? Да, да, не исключаю. Дай вам просто, у меня следующий год последний в университете, поэтому я начала быть ученым. Я, кстати, по поводу университета, я этим начал заниматься, получается, это и третий, и четвертый курс, о чем сильно сожалею, почему я не начал этим заниматься после школы сразу, да, то есть, грубо говоря, три года, я просто это дело упустил, в принципе. И у меня не было тогда такой фантазии, что тут такое можно сделать. Поэтому, я понимаю, здесь многие выпускники, но если на первой стадии находятся, я думаю, самое именно время как раз воспользоваться этим и уже, к концу завершения университета, уже создать некий тот, именно продукт, который может хотя бы, по крайней мере, не продавать, да, а именно показывать именно руководство города, области, и это дело, я думаю, намного проще все дальше пойдет. А то, что университет заканчивается, ну, жизнь на этом не заканчивается. Спасибо. Какие еще вопросы? Какие вопросы? Такой момент. Хороший, тепловный клуб, то есть студенческий, но есть определенные трудности с работой СМИ. Вот как это приодолит? То есть, в рецепт-релизы пишут, созваниваемся, получается, со многими агентствами, то есть, с газетами, но всегда ответ идет нет. у нас получилось, допустим, добиться момента Смолатской, то есть, у нас есть Смолатовский лестник, то есть, они о Москве, то есть, бабушки, дедушки о нас знают. Как дальше выйдет? Вот так. Какой вопрос? Я не знаю. Мне кажется, сложно, потому что я, как раз, это именно студенчество, я немного, но единственный, наверное, сегмент в моей деятельности, что я студентом никогда не занимался. Пока. Ну, да. Здесь, естественно, я понимаю, чтобы гавкать на номер один Куб России. И, знаю, что ты там делаешь, да, это очень все круто, да, то, что не хотят кто-то писать, я думаю, причем, не писать, а команде, которая постоянно там занимает в лидерах, занимает призовые места, тоже, с одной стороны, непонятно. Но здесь такой, наверное, выход все-таки вижу, что сейчас не пишет, но если главное не заканчивать ту работу, которая сейчас делается, и спустя какое-то время все-таки это так же вернется, и о вас начнут рассказываться. Я не удивлюсь, что, допустим, мгавка станет не студенческой командой, а более какой-то серьезной будет участвовать в более высших дивизионах. Нет? Ну, я буду следить. Положил. Да, да, да. Ну, я не знаю, вы делаете максимально, ту работу, которую реально нужно делать. Вот. И сложно, потому что я и поэтому говорю, что, возможно, в профессиональном спорте в какой-то степени проще. Потому что, когда мы попытались продать любителей соревнований, ну, это реально очень тяжело, да, продать, допустим, рекламу на доскейбольном матче намного проще, ну, для меня, допустим, чем продать, допустим, соревнований среди любителей. Потому что это другой уровень, другой статус. Ну, естественно, когда статус, допустим, есть, допустим, чемпионат Ниженоков, стрейтбол, и есть, допустим, финал Чемпионата России, да, на финале Чемпионата России проще рекламу, да, допустим, чем чемпионат Ниженоков. Для спонсоров это также важно. Тоже серьезные вопросы затронули. Наверное, здесь речь идет и о статусе всей лиги, всех соревнований, в которых участвует команда. Сейчас мы ждем совместную, полноценную работу для того, чтобы таких команд, как Нигавк, у нас становилось больше, уровень лиги, уровень соперничества назначится на ОС, и, соответственно, выросся и уровень средств массовой информации и уровень зрительства. Здесь, да, все клубы, будут стремиться к вашему, соответственно, будет намного все проще, а в этой лиге начнут еще больше поговорить. Так, я уверен, что так будет. Тимур Баян, город Уфа, Финкосударственный технический университет. У меня вопрос такой. Вы во время своего выступления упомянули то, что вас, ну, никто возникновенно воспринимал серьезно вначале. Каким образом у вас строилось общение с руководством города, чтобы проводить четыре-польные соревнования? Скажу прямо, что когда первое мероприятие проводили, мы даже ни с кем это дело не согласовывали. Просто сделаем? Давай сделаем. Пошли делать. Потом звонки поступили из областной федерации. Кто вы такие? Зачем вы это делаете? Вот все закрыли и ушли. Не раз отозвонили. Потом, когда провели еще энное количество мероприятий, уже сам, допустим, из города начал звонить, а почему вы без нас проводите? И причем не с претензией, а с тем, что давайте мы будем вместе проводить это. Но зачастую столкнулась с такой проблемой, что многие хотят быть рядом с тем мероприятием или тем продуктом, который на самом деле интересен, допустим, публике, но при этом ничего не помогает. И так получилось, что на самом деле все мероприятия, которые мы проводили по Дегиде и Стрибулгорке до определенного времени, они все проводились самостоятельно и не город, и никто особо не поддерживал, но мы даже не обращались за эту помощь, потому что мы знали, что мы это можем сделать сами, мы это брали и делали. А когда к нам приезжали камеры, и это показывалось потом по телевизору, и нас уже начинали воспринимать совершенно по-другому, потому что когда ты приходил и говорил, вот я там проведу турнир, у меня там будет 50 человек, сначала пойди, этот турнир сделать, и потом покажи, вот я мне там по телевизору показали, не меня, а наш, комплиприятий, мы нас в интернете написали, и уже тебе совершенно по-другому начинается понимать, да, и допустим, раньше в департамент спорта города у меня там я мог прийти, мне сказали, дружище, кто ты, иди дальше, сейчас допустим, я могу позвонить там директор департамента, он мне там скажет, Илья, привет, как дела и так далее, и спокойно с ним могу общаться. То есть в областном там министерстве спорта Сергей Юрьевич, как бы это человек клуба, как-то там все проще, да, но раньше там также был другой человек. Ну и постепенно, я говорю, это только постоянно проводить мероприятия, об этом рассказывать, и все встанет на свои места. То есть вы предлагаете первое, без согласования что-то... Не, не, вот я, возможно, тогда наша ошибка была, да? Ну, вот я хочу спросить, как правильно, без ошибок. Не, естественно, любое мероприятие нужно согласовывать с органами власти, и сейчас в большинство из них есть и так же молодые ребята, которые, наоборот, за это, да? Составить план, во-первых, работы к этому мероприятию, что это мероприятие, кто там будет, аудитория. Самое главное во всех этих мероприятиях не забывать приглашать именно тех людей, к кому мы обращались. Потому что зачастую мы получается так, что все проводим какие-то мероприятия, все вроде круто, о нас рассказали, о нас показали, да? Но мы забываем о тех людях, которые вам помогли, даже элементарно сделали именно шаг на встречу в плане, допустим, предоставления какого-то зала. Многие государственные власти, да, могут решить именно этот вопрос. А на самом деле на сегодняшний день, если мы арендуем зал, это, наверное, такая самая большая статья расхода, я бы сказал. Согласовывать обязательно, однозначно. Сделать презентацию, как с чего я начинал, если есть презентация красивая, даже не важно, если человек в этом, ну, в спорте вообще он не соображает, если ты ему покажешь и расскажешь, и это будет красиво, если еще и видео какое-то есть в предыдущем мероприятии. Ну, 99% что он скажет, да, проводите. Только потом, если ты его пригласишь еще на это мероприятие, и он окажется в рамках вот этого всего праздника, на следующий раз это будет совершенно другое дело. Спасибо. Еще вопросы? Все уже устали. Тогда презентация? Ну да, я, наверное, кратко расскажу, просто точнее, наверное, покажу, если какие-то будут вопросы. С чего я говорю, что внешний вид очень важен. И как вы сделаете презентацию, соответственно, многие спонсоры на это будет смотреть и понимать уровень, какой клуба или уровень вообще всей организации. Поэтому дизайн и составляющая информационная, на которой презентация состоится, очень важно. Следующий слайд. конечно, делаем. Белый. 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 Белый, что стоит. По-моему, она все. Наверное, в любой презентации должна начаться, что это за организация, некая история своей организации, да, и что, что вы проводили. в нашем презентации на английском истории баскетбольного клуба за последние несколько лет, где мы должны, наверное, рассказать, показать, да, и самое главное, указать именно те достоинства, которые будет спонсор интересным. Илья, извините, пожалуйста, у него есть другой степан. у него есть другой степан. Спасибо большое. Ну, не знаю, пожалуйста. Илья, я думаю, услышится. Допустим, в рамках баскетбольного клуба, да, я думаю, многие судили и радовались, наверное, достижениями, да, в прошлом году мы пошли в топ-16, довольно хорошо выступали, но дальше не прошли, да, но я считаю, что это достижение клуба, мы должны эти достижения поделиться и со спонсором. Соответственно, и второе место, единый лиг, ВТБ, когда они же, даже, никто не мог представить, что он доберется до таких высот. Также для спонсора очень важно. И первое, нужно рассказать о себе, показать какие-то мероприятия, допустим, когда я делал презентацию по стритболу, самое главное, я туда указываю, что какие-то мероприятия мы провели. И я не указываю там какие-то маленькие турниры, нужно показать именно те мероприятия, которые были высокого ранга, высокого статуса. И, возможно, когда-то по стритболу, мы еще немного так и украшиваем аудиторию в рамках таких масштабных предметов, когда ведет лично десятки тысяч человек, и для спонсора очень важно. Дальше. Естественно, нужно рассказать, кто есть в клубе, в рамках нашей презентации, если мы говорим про любительские презентации студенческого клуба, также нужно рассказать и показать потенциальному спонсору, потому что многие руководители в университете также общаются со спонсором, также они с ними работают. Я думаю, для многих просто увидев фамилию того или иного человека, может сразу сыграть какую-то очень усугожную роль. По поводу интернета. аудитории, скажу прямо, в прошлом году, когда мы вышли в клуб, также с прошлого сезона у нас работает старший Владимир Спивак, который болеет своей работой, и у нас так получилось, что он создавал такой эксклюзивный контент в виде различных текстов, которые многие читали либо видели, я занимался продвижением этого всего материала, и у нас так получилось, что аудитория в разы выросла в социальных сетях и, соответственно, это сказалось потом на продаже билетов на наши матчи, и по сравнению с предыдущими сезонами, в прошлом сезоне мы продали в три раза больше билетов, и наша аудитория в первый раз увеличилась. То есть, практика в нижнем ноге была такая, что ранее многие матчи баскетбольного клуба на них раздавались билеты, то есть, это был абсолютно такой, ну, не знаю, допустим, как у нас завтра открытый мебель для всех желающих, но это как профессиональный спорт, естественно, здесь нужно деньги зарабатывать, я не говорю, что это все покупаемо, но я говорю хотя бы на том, что мы должны зарабатывать деньги на собственную рекламу, мы должны содержать клуб. Дальше, как раз, нужно показать спонсору, что именно в рамках своих мероприятий вы готовы предоставить в рамках рекламных макетов. Когда с трюбом мы начинали, я много это выделял внимания, потому что клуб спонсор потенциального, допустим, сказав, что вы будете на афише, это ума, все понимают, что наша афиша, это, допустим, формат А2, А3 и, возможно, и больше, но этот логотип очень маленький, соответственно, грамотно оставить рекламу на любом мероприятии, это очень важно. Но я этому выделял особое внимание, поэтому и в баскетбольном клубе на сегодняшний день мы этому тоже уделяем много внимания и реклама дальше будет показана, каким мы представляем ресурсы. Вот, на данной картинке здесь показаны возможности нашего клуба, все здесь показывают, не все, это те возможности, которые имеются на сценарии. Кратко скажу, что реклама у нас может размещаться на стойках, как у нас с этой сезона размещается реклама за пальцами, это большие баннеры, на которые помещают сами спонсоры. скажу прямо, что эти баннеры проданы полностью спонсор, который не являлся до этого момента нашим партнером. Также реклама сможет размещаться на видеохлубе, в котором транслируются рекламные ролики, ролики наших партнеров и, естественно, ролик каких-то наших мероприятий, которые, это именно то время, когда можно и нужно продемонстрировать свои будущие предприятия. Реклама на паркете, реклама на форме. И, естественно, так у нас какие-то нарезы, у нас есть возможность, но финансово она довольно у нас дорогая, и немногие спонсоры хотят этим заниматься. Но в рамках студенческих, когда пустим в зал, понимаешь, что многие залы очень маленькие и нет столько активности, но прямо скажу, что элементарно у вас всегда есть это баскетбольный щит, это есть баскетбольная стойка защиты на щите, это есть паркет, реклама на паркете университет единицы, даже логотип. И то, что логотип в центре, это, я считаю, это уже некий прогресс, потому что это очень просто смотрится, это приближается уже к инсидагуи и так далее. Плюс, естественно, у всех есть куда повесить баннер, и это, наверное, тот момент, и мы не должны говорить о том, что это с университетом, чтобы там получать какие-то большие деньги, да, элементарно можно размещать баннеры каких-то там партнеров в виде пиццерии, которые элементарно будут вам давать пиццу на розыгрыше, что все будет. Для вас это ничего не стоит, а в итоге дополнительно на вашем матче. Дальше, естественно, то, что мы показываем, нужно рассказать, да, что как у нас эта реклама происходит. Естественно, в профессиональном баскетболе здесь это более широко, да, и перенести это в любительский спорт намного сложнее, потому что в любительском спорте нет столько рекламных поверхностей. Да, допустим, в рамках баскетбольного клуба Нижнока у нас есть LED-борта, на которых реклама различная бывает, игровая форма, паркет, да, и там таких самых самых важных момента, которые, наверное, в большей степени приносят нам финансовый доход, и спонсоры охотно хотят занять данные позиции. Да, у нас был момент, что сейчас немного приезжали сотрудничество с компанией Сибур, и сразу у нас появилось много потенциальных партнеров, которые захотели бы оказаться, да, и даже для того, что Нижнока оказался на телевидении, на Лежгородском, практически на всех каналах, чтобы это было бы совершенно бесплатно. То есть, но такие моменты, что реклама телевидения очень дорогая, если я не ошибаюсь, мне надо сам определить, что на первом канале одна секунда стоит в районе миллиона рублей, то есть одна секунда все прекрасно понимают отсюда и дальше я говорил, медиакупы это в нашем случае не везде они есть, да, ну, естественно, прямо скажу, да, Нижегородский дворец спортов, наверное, один из самых старых, да, Саратую, наверное, чуть-то, наверное, его обновили, но он такой же, как и мы, доисторический, прямо скажем, естественно, мы мечтаем о новой арене, но приходится работать с тем, что есть, медиакуп, банная сетка о том, что за пальцем завтра вы ее убить, кстати, там есть один момент, который надо отдельно обсудить, возможно, не всем понравится, но физически невозможно поменять, вот, да, и у нас есть партнер, дирижаб, который у нас катается, причем он другого города, соответственно, мы его используем, и наши партнеры, мы за это деньги не платим, нашим партнерам важно будет присутствовать на наших матчах, и он этим гордится, что он рядом с нами находится, работая вместе с нами, соответственно, мы размещаем какую-то информацию у нас на сайте про него, да, и партнер уже второго года с нами сотрудничает, и абсолютно доволен, и поэтому это, наверное, очень такая выгодная и рекламная позиция в рамках профессиональных матчей. в бортах хоккейной площадки я уже сказал, да, презентация пределанговой площадки в ИФАЕ, наверное, такой важный момент, на самом деле, в этом направлении боскетбольный клуб нижний номер работает, да, и, возможно, только начинает свою работу, потому что было много моментов, которые нужно было решать в рамках других материалов, и на сегодняшний день недавно запустилась детская зона, что, допустим, почему нам сложнее это сделать по сравнению с другими профессиональными клубами, потому что арена не позволяет именно создать те условия, которые бы хотелось, допустим, постенциальному клиенту, да, я ни разу не был на матче ЦСКА или Мегаспорт еще, вот, но понимая масштабы, да, и понимая, как там все происходит, даже в Сигуре в Санкт-Петербурге, когда новая арена создается совершенно по-другим принципам, да, и там есть все, чтобы создать те условия, которые необходимы зрителю. Нижний много, с этим нам очень сложнее, у нас она хоккейная, у нас она старая, но главное, как говорится, не впадать духом и постараться что-то сделать лучше и это все дело приукрасть. Ну, и баскетбольный слой, о чем я говорю, что это в университете вообще очень легко можно использовать и не требовать финансового положения. конкурсы, промо-акции, я думаю, это можно проецировать на любительский спорт обязательно, это различные акции, как-либо, и пиццерии, с лидерфутборгами, и когда мы начинаем сопротивляться так же, что психологи, люди тогда очень активно реагировали, сейчас, возможно, у всех с этим сложнее, но никогда у нас просто из года в год потребности наши росли и наши хотелки, так скажем, потому что всегда мы хотим что-то большему, но иногда, когда на стадии становления, можно элементарно просить какие-то минимальные призы, помню, в первых, так же нас не впервес, нас поддерживал магазин Nike, который нам давал какие-то карточки, там 15% скидок, какие-то там рюкзак, там мяч, и все равно это что-то уже, и если, допустим, это организовать в рамках студенческих баскетбольных матчей, я думаю, зрителям это будет интересно и это будет приятно. Продвижение в интернете, я говорю, что для нас это очень важно, и самое главное, что каждый из вас также имеет сообщество или, возможно, вы после этого создадите, также эту рекламу можно и размещать и там. Соответственно, когда все это дело соединив, получается довольно широкая аудитория, и самое главное, мы не должны забывать, что помимо тех людей, которые присутствуют на мероприятиях, у нас очень большая охвата аудитории в интернете, и это показывается все цифрами, соответственно, на сегодняшний день охвата аудитории у нас более 50 тысяч человек, это я говорю сзади, и мы говорим про все ресурсы, не нужно забывать и про сайт, и про все социальные сети. Мы активно сотрудничаем и со сторонним организациям, которые привлекают наших игроков, и самое главное, мы должны продвигать не только свой бренд, а именно продвигать именно тех людей, которые находятся в нашем случае в команде, создавать из них героев. Я помню, когда несколько лет назад мы обсуждали развитие лучшего баскетбола в России, обсуждался тот момент, что мы должны создать именно тех героев, на которые будут стремиться, на них будут болеть, сделать имя некими звездами. Когда мы обсуждали, что нужно именно Юнтер на тот момент, он являлся одним из лучших игроков, все хотели быть на каким-то образом похожи, и профессионал в спорте нужно заниматься. Как видите, активно и банк сотрудничества используют наши ресурсы и фитнес-клубы. Это все легко организовать желания и узнобности. Про партнеров я говорю, что также особо выделяется внимание информационной поддержке. и спонсорам это особо интересно, чем больше функционных партнеров у клуба либо у организации, тем намного проще работать со спонсорами. На сегодняшний день нас поддерживают десертки интернет-порталов, которые, естественно, здесь не помещены. Информация будет печататься как в газетах, как в журналах, размещается практически в каждом лифте Нижнего Новгорода, а это такая довольно серьезная. Плюс видеоэкран по городу который размещается и за все это мы не платим ни припевки, все это делается на партнерных условиях и партнер нашей радостно сотрудничает. ВКонтакте это отдельная история. В свое время, когда все дело начиналось с продвижения сообществ ВКонтакте, ВКонтакте стал тогда я изнимался продвижением Москопена и ВКонтакте в итоге сейчас стал нашим близким другом и близким другом АСБ у нас стоит рекламный свой бюджет мы его не видим этих денег но это рекламный бюджет именно в социальной сети ВКонтакте для многих возможности сейчас будет и многие задаются нам к вопросам откуда столько подписчиков нижний Новгород не занимается на крупных подписчиков никогда этим не занимался это абсолютно вся реклама которая размещается ВКонтакте у нас есть по бокам рекламы там же размещается баскетбольный клуб плюс есть дополнительные опции когда нас размещают в топ сообществ соответственно аудиторию и показы рекламы в наши в разы больше нас поддерживает самая главная компания по видеоинтернессу которая занимается рекламой на телевидении в городе соответственно реклама выпускает для спонсоров там будет сотни тысяч рубля на самом деле стоят пятьдесят еще рублей естественно это все делать налажено за один месяц или два довольно долгое время понадобится чтобы создать такую аудиторию естественно радио телевидение у нас это есть и нам надо двигаться и не забывать что чем больше в вашем городе будет о вас рассказывать все понимают что что ты нам втираешь у нас студент и так далее но многие допустим когда мы стрельбол делали нас размещали и на радио причем на радио был такой момент что мы размещались на одном радио потом они сказали все хватит до свидания пошли в другую радиостанцию и где нас охотно подержали а самое главное когда я тебя влевал когда работал в сфере дорожного транспорта показать тебе одну я закупал всю продукцию и те в одном говорят одну цену другом другую и с того момента я научился именно я думаю для вас очень всем будет полезно сталкивайтесь постоянно лбами своих партнеров один дал одну цену другую цену скажите что другой меч вам сделает дешево в свое время есть люди которые здесь присутствуют когда мы гостиница окану давний партнер и в свое время она нам ставили цену в районе полторы тысячи рублей потом привезли еще на гостиницу я чуть пониже но с питанием в итоге с девятого когда начали проводить российские мероприятия гостина доставила цену 700 рублей на сегодняшний день в процессе чуть подороже стало но сколько времени уже стоило 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 лет прошло и в итоге это механизм очень сталкивает лбами своих партнеров причем они не должны об этом знать но это очень эффективно и я этим часто пользуюсь все наверное в презентации все и наверное скажу что если ваша презентация будет красивая и она будет привлекатель но самое главное мне будет вся нужная информация тем будет проще общаться с партнерами и неважно профессиональный это уровень или любительский в свое время я эти презентации делаю сам а также я их там что-то рисовал что-то проектировал там и не даю новые какие-то фишки и нас поддерживают такие крупные компании как и спар и пепси и все охотно и хотят идти в ту аудиторию особенно студенчеству это именно та аудитория которую наверное можно продвигать и она особенно сейчас интересна спонсором да наверное многие видели фотографии на отчет по киберспорту недавно просто был на одном семинаре потом где мы там тоже дали журнал где про киберспорт очень активно рассказывают что скорее всего в будущем это будет спорт номер один он перепринят все спортивные ну как футбол и баскетбол но нам нужно стремиться я думаю баскетбол большое будущее но это будет само собой гиг номер один так только если все вместе в каждом городе появится более чем профессиональных людей даже неважно может вы не будете этим заниматься но просто для вас это будет громадный опыт я если даже не оказался в итоге в баскетбольном клубе Ниженоболь я выбрал очень большой опыт просто в рамках проведения и от общения с людьми чемпионат ты организуешь соревнования когда ты организуешь соревнования чуть выше в районе а когда ты перекрываешь нейтральную площадь города и тебя смотрят совершенно с другом но наверное так если интересно могу рассказать когда мы в тринадцатом году проводили первый финал чемпионата России по стритболу причем это как это снова такое за несколько месяцев до этого зимой мы с друзьями сидели и мы говорим давай пройдем финал чемпионата России там же нужно собрать сильнейшие команды там нужно какие-то есть условия по оплате допустим проживания и так далее давай у нас было много встреч потом нас поддержали в городе соответственно перекрыли площадь конечно много делалось самими своими руками да но я повторю что вот именно опыт в организации да и возможно зачастую не нужно там бить себя в грудь что я руководитель я должен там сходить распоряжаться ну я считаю это неправильно и когда брат мой переехал в Москву и занимает высокую должность в международной компании которая занимается овощами и фруктами он мне всегда так болит я вроде группный директор да у меня большая зарплата да я там продаю картошку но я просто продаю картошку я менеджер да не важно какая у меня должность я просто менеджер менеджер который умеет общаться продавать и не важно что там какая у меня визитка или где-то должность директор и так далее самое главное просто научить общаться и стремиться к тому что быть более коммуникабельным посещать чаще такие мероприятия потому что я для себя когда пригласили так же пришел сюда не просто рассказать а на каком-то степени даже возможно и у вас научиться чему потому что мне всего уже 28 лет и впереди еще много чего интересного поэтому спасибо что я здесь еще есть вопрос что бы ты начал продавать и кому ты обратиться и с каким посылом я снова повторюсь банально возможно будет я бы начал с интернета создание именно той аудитории того клуба который хотим хотим продавать продавать потом просто партнер нужно обращаться чем если просто к нему обратиться в плане того что вот у меня есть баскетбольная команда университет но никому это не будет интересно и никому это не нужно естественно многими я сейчас восприним так что вот он в клубе работали там все легко и просто здесь совершенно другая история но когда создать интернет пространство создать презентацию и потом обратиться к спонсорам а кому я пошел к тем спонсорам не те которые мне дадут деньги потому что я понимаю что на сегодняшний день у меня есть команда у нее зал который бесплатно достается есть тренер игроки но мне нечем пока предложить спонсор в плане того что у меня нет зрителей на трибуна я должен продвинуть свое интернет пространство чтобы меня начали хотя бы читать потом привлекать зрителей навыки придумывать акции на акции нужны призы допустим конкурсы в социальных сетях где взять признает им нужны деньги здесь тоже именно такие мелкие вещи когда допустим нужно организовать несколько призов в плане плееров естественно можно обратиться в различные компании я не говорю сейчас о больших брендах или электронике большие гипермаркеты да им нужно обратиться в те магазины которые либо они частные да либо узкие направленности которые можно с ними проще общаться они практически с вами на одной волне понятно что какие-то гиганты да зачастую даже не профессиональный спортсмен совершенно по-другому вот и когда собрал бы ты допустим количество призов конкурсов допустим просто молодежная команда нижнюю ногу я просто на примере снова скажу раньше команду ну посещала допустим в предыдущие годы человек 10-15 да в последних матчах допустим уже их человек 60 я не говорю что что-то особо изменилось да возможно мы стали с этой сезона стали активно заниматься продвижением данной команды в принципе можно сравнить следить команды потому что особо о них так не говорят не пишут профессиональные но мы начали заниматься активным продвижением сообщества молодежной команды что на сегодняшний день я вижу результат что на трибунах стало больше народу улучшили качество трансляции интернет-трансляция допустим мальчей все скажут там все равно смотрят пять человек первое время и это так и есть и сегодня пять завтра двадцать потом сотни тысячи допустим матчи молодежной команды ЦСКА посмотрел на сегодняшний день там уже более полтора тысячи просмотров матча молодежь я думаю для молодежного сегмента это очень высокий показатель и интернет-транслеты организовать университета здесь когда был опыт с МСБЛ мы столкнулись все с проблемом что нет интернета и да вот да это вопрос довольно такой сложный но матчи можно снимать и я не вижу особо проблемы снимать и потом укладывать их в социальные сети показывать просто рассказывать после всех проделанной работы здесь наверное самое главное тех ребят которые готовы безвозмездно вам помогать как получилось в нашем работе в рамках Стрибового Горького что пришли те друзья именно здесь друзья которые поверили в ту идею которую я пытался им донести и самое главное никто из них не думал какие деньги они с этого заработали вот если уверен что в университете когда я сам учился у нас так же знаю про АВКОМ там такие инициативные все ребята были и я особо не участвовал в жизни в университетах но понимал что там все равно что-то происходит и если допустим у меня получилось что я начал заниматься организацией на университете я думаю с этими ребятами можно было сделать довольно что-то многое и большое вот здесь надо создать ту ту группу людей которые просто будут элементарно приходить на те же самые матчи не думать о каких-то деньгах кто-то умеет болтать все на те микрофон пошел звук вроде тоже проблема нужно арендовать но как я понимаю сейчас во многих университетах есть какой-то так же профкома какой-то комплект звука даже минимальный ну я просто далек от этой темы но думаю сейчас это вопрос довольно решаем и у нас получается потом танцы на группу поддержки в университете круто я думаю что в университете когда-то такой тоже будет но сейчас есть группа поддержки которая активно занимается Анастасия и ее помощница и никто за это деньги не платит здесь просто нужно полюбить нашу игру настолько что ты не будешь задумываться что она тебе в итоге даст вот я так же все время полюбил но это мне принесло выводы что результат что я в итоге оказался в клубе у нас получается что у нас активное интернет пространство у нас активная движуха на самом матче у нас эти игры снимаются потом их можно посмотреть в интернете и после этого у нас получается таким образом что изо дня в день все равно зрители будут добавляться и уже после этого описав эту всю аудиторию презентацию мне кажется смело можно идти к нашим партнерам которые готовы хотя бы уже с какого-то части вкладывать деньги и я повторю что не нужно рассчитывать на какие-то большие деньги и хотя бы на счастье с того что вы можете дополнительно Дмитрий Руслану там шел да мне просто интересно когда он про свой клуб рассказывает про свои бюджеты я думаю круто ну там 20 видов спорта мне даже до сих пор интересно куда на что они деньги тратятся в спортивном клубе ну у меня просто там ну наверное 3 раза там зарплаты и так далее ну интересно вот сегодняшний день не представляли как а так по спонсорам это напитки в самые первые наверное очень-то частные магазины и несутесь в большие какие-то гиганты наверное гипермаркеты чтобы не пользуетесь настроением туда зайдетесь спустя несколько лет или там уже с вами встретилась и скажут вот ну помните да 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 к нам эту электронику потому что в свое время я во многих компаниях спам отправили там заблокировали доступ вот по 100 раз отправишь там позвонишь а это ты снова вот не знаю главное не отчаиваться и постоянно двигаться откажут раз откажут два откажут десять раз но главное сломаться потому что ну в доме каждый год просыпался ну нафиг денег не приносит работы есть а так в принципе если говорить о организаторе каких-то мероприятиях они говорят про скейбольный клуб а про стрельбол это можно сказать ну так сказать что все выходные лета в принципе можно забыть о ком-то своем отдыхе то есть я наверное не был опуски послали то есть это уже несколько я даже забыл когда это было годы четыре назад я наверное был за границей отдыхал где-то на море остальное лето получается что это спортивное постоянное мероприятие потом начинался сезон баскетбольный и все но пытаюсь находить плюсы в плане того что есть дача есть природа и так же вы можете в один день и получать от всего удовольствие и быть на позитив потому что если будешь постоянно грустным ничего не получится и самое главное только в себе уходишь в будущем вы знаете очень мне кажется интересная захватывающая история человека который сделал себя сам не было никакого-то стечения обстоятельств которые привели его в круг какой-то знакомый который предложил именно так сложил что моя фамилия является фамилией генерального директору который ну что ты там блин да бабула всего полотен моя одна фамилия никогда привязывая я не имел у меня папа занимался баскетболом профессионально 30 лет играл с 6 класса я пошел сам заниматься хотя сыгрался пойти в пятом хвосте с первого августа пошел в городок с девочками просто сломал плечо и в итоге просто все сам и здесь наверное самое главное чтобы тебя поддерживал в моей жизни это сыграло особую роль наверное брат мой старший который мне говорил всегда что все это вернется и вкладывал даже деньги в нашу неприятие причем довольно немалую сумму такая была невозможна возможно и у вас боятся те люди которые поверят вам и будут вам помогать во всех ваших начинаниях я снова повторю что я сделал себя сам даже то что брат помогал в другом случае кто-то другой помогал это не стечение обстоятельств это следствие той энергии следствие той любви к делу которым ты занимаешься и оно не останется незамеченным здесь наверное самое важное это любить то что ты делаешь быть преданным верить наломаться спасибо это действительно такое ролевое возможно не так рассказал как хотелось но скажу это первый моб перед аудиторией скажу не просто профессионал в своих городах спасибо спасибо я если какие-то вопросы есть я действительно открытый человек который может делиться своим опытом своими знаниями мы находимся в постоянной связи постоянной дискуссии делимся какие-то новыми идеями какой-то новой информацией я не закрытый человек каждый из вас глядя на его опыт может задавать какие-то конкретные вопросы получать его рекомендации получать от него какую-то новую интересную информацию которая позволит вам завтра мы работаем по графику спасибо сегодня тренировки идут если есть у кого-то желание можете посетить спасибо 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 спасибо